Время говорить Ну а теперь обо всем подробнее Сегодня утром возле советского районного суда было многолюдно На 10 утра было назначено предварительное слушание по ходатайству бывшего директора компании ДВК Андрея Бабаева о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с ислечением срока давности Напомним, что он являлся обвиняемым по статье мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, совершенной в особо крупном размере На предварительное слушание судом, по неофициальным данным, собиралось прийти более полутора тысяч человек По результатам предварительного слушания советский районный суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Андрея Бабаева Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения А теперь о другом Сразу несколько автоаварий со смертельным исходом произошли в эту субботу на Рязанском участке в федеральной трассе М6 Каспий Погибли в трех ДТП 5 человек Причем, как сообщают инспекторы ГИБДД, участники субботнего происшествия с тремя погибшими ехали с превышением скоростного режима В ночь на субботу 29 ноября в 3.25 утра на федеральной трассе Москва-Астрахань в Михайловском районе Житель Садцевского района, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina В результате ДТП водитель Mitsubishi Lancer, а также водитель Lada Kalina и его пассажирка Скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи В этом же время в Скопинском районе водитель Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны Москвы в сторону города Тамбова Совершил опрокидывание в левый поход движения QVET и на месте ДТП скончался Что сказать, автомобильные дороги всегда будут источником потенциальной опасности для здоровья Исходя из последней информации, даже жизни водителей и пассажиров Призваны же оберегать людей правила дорожного движения В субботу, когда и произошли эти смертельные автоварии, в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения и возврата водительского удостоверения Нововведения несколько, подробнее о них расскажет Оксана Тебенихина, которая побывала на пресс-конференции госавтоинспекторов С 29 ноября в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения В новой редакции ПДД более конкретно определяются действия водителей при проезде нерегулируемых пешеходных переходов По новым правилам обгон на пешеходных переходах будет запрещен, независимо от того, находятся на пешеходном переходе пешеходы, либо нет Также, если попутный автомобиль, двигающийся в соседней полосе перед пешеходным переходом, остановился, либо замерил скорость Вам необходимо будет также замерить скорость, либо остановиться Кроме того, новыми правилами установлен регламент возврата водительского удостоверения Теперь этот процесс будет осуществляться только после сдачи теоретического экзамена в подразделении госавтоинспекции Причем попробовать себя в теории будет можно лишь по истечению не менее, чем половины срока лишения права управления В случае неудачи повторить попытку будет возможно только спустя неделю Также лица, лишенные права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского свидетельствования, помимо теоретического экзамена, необходимо будет предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по допуску к управлению транспортными средствами. Безопасность на дорогах нашей страны вопрос первостепенной важности. Все нововведения и ужесточения наказаний за перечисленные выше проступки являются необходимой мерой, потому и относиться к этому вопросу нужно со всей серьезностью. Кстати, до изменений в нормах ПДД вернуть свои права автомобилисты пробовали по-разному и без экзамена. Так, рязанские следователи сообщили о вступлении в силу судебного приговора в отношении бывшего сотрудника ДПС. Он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, которые он совершил еще в 2012 году. Собранные железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД России по Рязанской области Владимиру Корябину. Он признан виновным в совершении таких коррупционных преступлений, как получение взятки и превышение должностных полномочий. За незаконное возвращение водительского удостоверения он получил взятку в размере 30 тысяч рублей. Данный факт был выявлен Службой собственной безопасности МВД России по Рязанской области. Приговором суда Корябину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. И еще рязанские исследователи начали доследственную проверку на одной из строительных площадок Рязани. Там обнаружено тело женщины, которая, по всей видимости, упала с высоты. Утром 28 ноября возле строящегося дома по улице Большая города Рязани обнаружено тело неизвестной женщины, на ветвь которой 45-50 лет славянской внешности. На теле были телесные повреждения, которые характерны для падения с высоты. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить личность погибшей женщины, а также причину смерти и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. 1 декабря – это международный день борьбы со СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита довольно хорошо изучен, исследован и даже найдены некоторые методы лечения больных. Хотя, как уверяют специалисты, избавиться от СПИДа невозможно. Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. Последние исследования показали, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. До 30-х годов болезнь никак не проявляла себя, а в 59-м году в Конго умер мужчина. Позднейшие исследования медиков, проанализировавших его историю болезни, показали, что, возможно, это был первый зафиксированный в мире случай смерти от СПИДа. И лишь в июне 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями впервые описал новую болезнь, протекающую с глубоким поражением иммунной системы. Тщательный анализ привел исследователей к выводу о наличии неизвестного ранее синдрома, получившего в 1982 году название «Синдром приобретенного иммунодефицита». Именно с тех пор начались более серьезные исследования вируса. С целью напомнить о проблеме зараженных ВИЧ-инфекцией людей, рязанские волонтеры провели свою информационную акцию на Площади Победы. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим событием в Рязани проводились различные акции и конференции о том, какое страшное заболевание СПИД знает каждый и каким последствиям может привести распространение этой болезни, все прекрасно понимают. Чтобы напомнить жителям нашего города об этой проблеме, волонтеры фонда Центра здоровой молодежи вышли на Площадь Победы. Они раздавали прохожим листовки с изображением красной ленточки – символа надежды всего человечества на будущее без СПИДа. Мы в этой акции, в день сверху борьбы со СПИДом, раздаем листовки с информацией о этой проблеме, об этой болезни. Часто у наших подростков не хватает даже минимальной информации, поэтому важна любая, я считаю. Подростки не знают, что с ВИЧ-инфицированными людьми и больными СПИДом можно жить абсолютно безопасно на одной территории совершенно. А поскольку информации нет никакой, люди боятся, опасаются, знают, как общаться, всячески остерегаются и странятся подобных людей. Поэтому я считаю, что любое великое дело начинается всего лишь с первого шага. И каждый должен сделать все, что у него силы для того, чтобы помочь инфицированным хотя бы один день в году возможно этому посвятить. В управлении Роспотребнадзора прошла пресс-конференция, посвященная Дню борьбы со СПИДом. По словам специалистов в нашей стране, эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции по-прежнему остается напряженной. В случае заражения зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. В группу риска входит возрастная категория от 15 до 49 лет. Я помню, когда только появлялась эта инфекция, мы были очень удивлены, очень шокированы тяжестью ее проявления. Хотелось бы, чтобы она не распространялась. Но к нашей беде, скажем так, эпидемия распространяется уже. Она прибрала масштабы пандемии. 35 миллионов человек у нас страдают ВИЧ-спиты на территории земного шара. Причем ежедневно заболевают 7 тысяч человек. Из этих 7 тысяч человек 1 тысяча – это детишки. Вылечить ВИЧ-инфекцию, мы все прекрасно понимаем, невозможно. Ее можно только предупредить. Для того, чтобы предупредить, нужно знать пути распространения, пути передачи, как избежать и как не заразиться. Все это мы, обо всем этом мы информируем население, в общем-то, как школьников, студентов, так и в последнее время, в общем-то, особенно акцент делается не только на школу, но и на старшее возрастное поколение, так как последние несколько лет выявляемость среди людей старших возрастных групп значительно, в общем-то, увеличивается. Этот день служит напоминанием о проблеме, как самой болезни, так и зараженных людей. Привлечение внимания общественности к этим вопросам необходимо хотя бы для того, чтобы научить нас быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием. Ведь напоминание о проблеме – лучшая профилактика. И еще сегодня состоялось подведение итогов журналистского конкурса имени Дмитрия Проскурина. Напомним, что Дмитрий работал в печатной прессе и отличался неповторимым собственным стилем. Потому и организаторы творческого конкурса выбрали весьма символичное название – «Легкий стиль». Сегодня, 1 декабря, исполнилось бы 35 лет нашему коллеге, известному рязанскому журналисту Дмитрию Проскурину. В малом зале Рязанской областной библиотеки имени Горького состоялась церемония вручения журналистской премии имени Дмитрия Проскурина «Легкий стиль». В народной мудрости человек жив, пока его помнят. И здесь, наверное, примерно так же. Дмитрия много журналистов помнят и иногда перечитывают. И мне пришла в голову идея, что забыть такого человека трудно, да и нельзя. А чтобы его помнили, надо, чтобы журналистов каждый год отмечали премии. Премии, которую я считал бы целесообразным назвать «Легкое перо». Напомним, что Дмитрий скончался в возрасте от 32 лет 27 июня 2012 года. В разное время работал в газетах «Вечерняя Рязань», «Новая газета» и «Мещерская сторона». Главными критериями при отборе конкурсантов были верность профессии, безупречное владение словом и наличие собственного стиля. Участие в конкурсе принимали журналистские работы авторов, размещенные в рязанской прессе с 1 декабря 2013 года по 30 ноября 2014 года. Оценивали работы коллеги и мама Дмитрия Светлана Проскурина. Победителями конкурсом стали заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Дмитрий Соколов, старший сотрудник «Новой газеты», художник-карикатурист Георгий Титов и молодая рязанская журналистка Мария Рокчеева. Также среди лауреатов фотокорреспондент газеты «Родной город» Александр Королев и редактор «Домстроя» Денис Абраков. Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал и главный врач областного кожного венерологического диспансера Марина Тарасова. Речь в беседе пойдет как о проблемах заболеваемости ВИЧ-инфекцией, так и способах предотвращения синдрома иммунодефицита. А на сегодня это все. И до встречи в завтрашнем эфире. Редактор субтитров А.Семкин